Я бы сказал так, по большей части это будет больше даже философская, что ли, программа, поэтому те, кто, так сказать, не в теме, ну, может быть, будет кое-чего непонятно. Но давайте начнем просто с обычных вещей, таких общеизвестных, простых, прогнозы типа, да. Дело в том, что у нас сегодня день такой странный, да, может быть, с одной стороны, с другой стороны, это он интересный, потому что плохих дней не бывает, есть только дни хорошие. Ну, время, понятно, суббота, день отдыха, поэтому, ну, наверное, не так много людей у нас будет, ну, по крайней мере, послушают записи, да, если не прямо в прямом эфире, но если в прямом эфире, вы можете задавать вопросы, на которые, так, я буду пытаться отвечать. Ну, давайте начнем с этого дня, да, 22 октября, да, 2022 года, вы смотрите, 2022, да, две двоечки, четыре, две, три двоечки, шесть, это вот, это десять, а десятое число мы прибавляем к десяти, получаем двадцать, и опять получаем двойку. Если мы разложим десять на пять двоек, у нас будет пять двоек, 22, семь двоек, и тут десять двоек, да, десять двоек, а десять разложим еще раз на пять, у нас будет опять сплошные двоечки. Дальше, если мы просуммируем просто все числа, да, один плюс два плюс два плюс два плюс два, да, сколько у нас получается? Одиннадцать, да, одиннадцать у нас получается суммарное число дня, месяца и года без, ну, просто циферки мы суммировали. Что такое одиннадцать? Одиннадцать это особое интересное число, которое называется мастер число, потому что 22 это тоже мастер число, еще более серьезное число, то есть два раза по одиннадцать, да, и того 22, то есть сами по себе достаточно интересная дата. Эта дата о чем-то говорит, ну, сейчас мы к этому подойдем, допустим, да, но те люди, которые родились с точки зрения просто чисто нумерологии или астронумерологии, можно сказать, что эти люди находятся влиянием определенных вниманий, определенных планет, энергии планет, которые будут оказывать достаточно серьезное воздействие на таких людей. Это уран, солнце, Венера и Сатурн. И вот наличие, допустим, совместное влияние, точнее, урана и Сатурна говорит о том, что человек будет достаточно иметь непредсказуемые энергии в своей жизни, это и волнения какие-то, в общем, спокойствие вам не грозит, да. Далее, Венера, да, Венера говорит о том, который находится в определенном доме, негативном, да, считается, то любовь и брачный союз, как говорится, тоже не будет спокойным у вас, это будут многие какие-то вещи и так далее. То есть уран, уран – это стремление к каким-то необычным действиям, к необычным людям. У вас есть какое-то определенное притяжение к этим людям, ну, какие-то там непонятные вещи, допустим, вот эксцентричные люди, сами вы эксцентричный человек, да. Ну, и вот, соответственно, вам, так сказать, хочется с такими людьми дружить, но в нормальной жизни все должно быть спокойно, все должно быть остаканено, понимаете, вот возникает какая-то конфликтная ситуация, она противоречит спокойному движению жизни, или человек начинает волноваться, да. Ну, вот, скажем так, вот такие вот, так сказать, союзы и общение с людьми, они могут причинить определенные удовольствия. На самом деле, мы уже говорили по таким датам, это было, по-моему, 13-го числа, но вот сегодня 22-е, но еще более усиленно этими качествами, в принципе, примерно одинаково, как и была дата рассмотрена 13-го числа, но 22-го числа люди более удачливые все-таки, чем 13-е число, и 13-е, это не совсем благоприятное. Что касается 22, то здесь очень интересные люди, действительно, очень необычные люди. С одной стороны, вот если брать во внимание, допустим, такое понимание, как гематрия, да, то можно сказать вот что, значит, число это символизирует, ну, вот, допустим, 22-го числа, 22-го апреля, мы знаем, родился там великий вождь, да, вот, великий вождь, русский, да, вождь. Ну, качество просто невероятное, да, но в принципе, если с точки зрения каких-то там символизма, допустим, рассматривать, то это человек, который имеет общение, и он как бы действует под влиянием глупых вещей, потому что они достаточно необычные, эксцентричные. Я могу привести пример какой? Я могу привести пример, ну, сам по себе личность Ленина, как мы знаем, да, она неоднозначна, правильно? Вот, и определенная программа была и так далее, и так далее. Вообще речь идет только о программе, которую каждый из нас получает при рождении, да, но в данном случае ослепленной глупостью других, так считается. Что такое глупость других? У него был кардинал, серый кардинал, которого звали Троцкий, понимаете? И вот он действовал, как ему советовал тот самый серый кардинал Троцкий, правильно? Вот, а в картинках это изображено не второе, второе другое, но второе мы сейчас перейдем, какой-то анализ, может быть, это Троцкий. То есть это вообще-то в картинке это тигр, то есть человек противостоит, точнее, тигру, который на него нападает. Ну, только тигра, который, символизм этого, который на него нападает. Это тигр, это, скажем так, в каждом из нас сидят так называемые драконы, чудовища, тигры, и они на нас нападают. То есть мы каждый раз сами по себе имеем конфликт сам с собой. Почему? Поэтому поиски нашего... Я говорил о том, что передача на философского характера будет. Поэтому поиски своего высшего «я» – это относится к разряду какого-то метафизического. Это что такое высшее «я»? А что такое низшее «я»? А что такое усредненное «я»? И так далее, и так далее. А что такое душа? Тогда мы еще дальше пойдем. А что такое эго? И так далее, и так далее. Тут огромное количество каких-то совершенно непонятных вещей. Потому что нам принято и нам показано, сегодня находясь в этом материальном мире, работать и жить именно как материальное существо, как может быть по-другому. И очень и очень немногие могут выйти из-под влияния вот этой материалистической концепции или матрицы нашего материализма, которая называется, в конце концов, сансара. Но это уже, так сказать, совсем далеко и глубоко. Значение. 22-22. Все-таки, еще раз, туда-сюда я буду переходить с какого-то там философского концепции, с какого-то психологического на символическое, на материалистическое и номерологическое. Так вот, 22 дробь 4, 2 плюс 2, 4, оно не является хорошим числом, и я бы даже сказал, что оно можно его воспринимать как неудачное число. Оно означает, что человек очень и очень наивен. Продолжает он доверять каким-то плохим людям, каким-то редискам, понимаете. Вот, и его легко обмануть. То есть он находится в иллюзии, это человек. Вот, а его могут обманывать в бизнесе. И он будет продолжать прощать то, что его обманывают, мошенничество. Потому у него какие-то очень наивные могут быть гуманистические взгляды на жизнь. Вот, понимаете, с одной стороны Ленин, опять же, возьмем Ленин, с одной стороны он все-таки хотел благо это сделать, да. Дайте власть угнетенным, дайте власть рабочим и крестьянам, да. Он хотел, ну, я понимаю, что это какая-то там, ну, это иллюзия, правильно? Во-первых, нельзя давать власть рабочим и крестьянам, потому что рабочие крестьяны для того, чтобы пахать, ковать, копать и так далее, и так далее. Ну, так они себя позиционируют. В конце концов, это давным-давно уже известная вещь. Это склад или уклад общества, который состоит из четырех категорий. Мы об этом много раз говорили. Это люди, которые ведают, да, это люди, брахманы их называли, это жрецы, там, какие-то священнослужители, это воины, полководцы, генералы, президенты и так далее. Это купцы, там, это ремесленники, которые, ну, зарабатывают, точнее, не зарабатывают своим трудом, они зарабатывают своей пашкой, понимаете, своим умом, можно так сказать. В общем, химичат что-то такое, вот это все купцы, там, опять же, эти все расставщики, это тоже к этой категории относится. А вот самая низшая категория, которым как раз-таки не надо это было давать, потому что они должны пахать. И это им дали власть, и они тогда берут и говорят, ах ты какая, ах ты какая, говорит он, понимаете, и какой. И он берет сразу ружье, ружье берет, понимаете, и давайте, ты не подчиняйся, да ты как ты, ну и так далее. Понимаете, это все очень, так сказать, не так было. То есть, но само по себе вот это вот сложное составляющее число, состоящее из двух двоек, из двух двоек, это, значит, человек живет, понимаете, я Наполеон, говорит он, понимаете, я, или Иисус Христос, вы знаете, был съезд Иисуса Христоса. Ох, собралось как много этих Иисусов Христоса, ну, в общем, этих самых, которые считали, что они, да. То есть, это люди, которые живут в счастливом мире. На канадчиковой даче бывает они живут. Им там легко, понимаете. Их кормят, а они, так сказать, это самое, хихикают и так далее. Лепят из пластелина, что-то такое-то. Ну и так далее. Вот, то есть, страдают они, можно так сказать, мифоманией. О, как. Мифоманией, да. Они живут в каком-то своем иллюзорном, мистическом мире. Это не значит, что все так, да. Но у них бывают вот такие вот вещи, такая вот иллюзия, и которая, кстати, ну, чем получилось, мы все знаем, да, после этой революции. Вот. Ну, это люди, кстати, которые склонны к аутизму, да. Ну, и с другим каким-то там, возможно, там, синдромом, да. Вот. Ну, наверное, с этим можно, на этом, может быть, остановиться, с астрономерологией. И теперь мы подойдем. Давайте я покажу, чтобы этого не было. Я не хочу вдаваться в эту нумерологическую программу, в детали. А давайте я покажу. Добрый день, Анастасия. Добрый день, тем, кто сейчас подсоединился. Значит, вот я сейчас покажу. Во-первых, у нас была очень интересная программа с Еленой Смирновой, в которой, ну, был вопрос такой, и вот она рассказывала, ну, это и позиция Елены, которая рассказывает, как она, как можно трактовать единицу, двойку, тройку и так далее. Это, ну, есть много подходов, так что это один из подходов, да. Вот. Давайте мы вот о чем поговорим. Я хочу показать вам картиночку. Сейчас я ее найду, простите. Так, вот я ее ищу. Много монитора, значит, пока найдешь. Да. Так. Сейчас скрин. Вот я нашел. Так, ну, давайте, я не знаю, будет ли хорошо, многие из телефонов. В чем важно знание жизни? Одно из, главный слой знания в жизни в том, что это живое знание, мы принимаем его, интегрируем систему ценностей и так далее, и так далее. Есть два состояния, которые человек готов принять, принять знание. Первое, когда он встает на путь особенного финичества, а второй путь – это путь страданий, когда внутренний конфликт приносит боли и мучения. Я сейчас объясню, почему я это показываю, откуда это, кто это человек и так далее. Да. Вот, когда жизнь становится невыносимой, ценностью стремится к нулю и всех смыслов, тогда каждый начинает задавать себе вопрос, что делать, как жить, и так далее, и так далее. Близкие люди не могут помочь, и тогда человек погружается в страдания, в океан эмоций, чувств, которые разрывают его. И если в нем есть любовь, то он спасется. Да, любовь. Любовь куда, кому, к чему, сейчас мы поговорим. Знание жизни – это то, что спасает от смерти. Духовное знание и так далее, и так далее. Ну, в данном случае я показываю страничку. Вот, видите, человека, с которым мы начали общаться совсем недавно. В пятницу зовут его Сергей Митцевич. Я показываю его страничку, и мы с ним будем планировать очень интересные вещи и приглашаем, соответственно, принимать в этом участие. Да, да, сейчас мы к этому подойдем. Ну, или давайте прямо сейчас подойдем, да. Вот, что такое знание жизни, что такое, там, скажем, счастье, любовь, да. Во-первых, ну, как бы мы знаем, что любовь спасет мир и так далее, да. Вот, но дело в том, что кому или к чему любовь спасет мир? Очень интересная концепция спасения мира, да, себя и себя, мы же часть мира, верно? Поэтому давайте будем спасать самих себя для начала, а потом будем уже спасать весь остальной мир. Ну, к примеру, мир, да. Мир – это мир, да, наш, который, то, что нас окружает, это мир. С одной стороны, на противоположном полюсе, а у нас все, у нас цепочка нашей жизни, это цепочка каких-то противоречий, каких-то противоположностей. Мы же это знаем, да. Мир у нас дуальный, правильно? Значит, если есть мир, то есть война, а как по-другому может быть? Ну, не может быть только мира. Поэтому за последние 5 тысяч лет провели исследование ученые о том, что без войны там было порядка, не знаю, 35 лет, 70 лет, ну, в общем, ноль полный, да. Все остальное – люди где-то как-то с кем-то воевали. Вот зачем они воевают? Ну, вот мир у нас такой, будем так говорить, сейчас не будем вдаваться в какие-то высокие материи. Вот, но каждый человек, который рождается, он рождается с каким-то пониманием. Вот здесь чего нету, к примеру, с моей точки зрения, но мы это будем интегрировать, мы это будем все объединять. То есть не просто читаем Библию, Коран, Тору, Веды. Нет, не просто читаем, просто чтение ничего не дает. Это же надо как-то применять к себе. И опять же, все-таки истина в последней инстанции не в том, где написано, а все-таки написано, потому что нам читать легче, чем воспринимать это. Я еще раз повторяю, это философская программа, поэтому здесь какие-то вещи будут переключаться, и они будут непонятны. Многим, многие говорят, непонятно, о чем вы говорите. Почему? А потому что люди привыкли. Вот конкретно. Вот давайте вы мне скажите, Майкл, что произойдет 22-го числа. 22-го числа произойдет вот это, вот это. Там взорвется босс, там где-то, там где-то войска, там наступление, прорвут там блокаду. Вот это вот конкретные вещи, понимаете? А все остальное из области фантазии. Сказать о том, что мир создан в результате большого взрыва, можно. Есть такая теория, она объяснена наукой, понимаете? Планета Фаэтон. Что такое планета Фаэтон? Ее назвали Фаэтон. Почему? На основании того, что у меня есть дырка, короче говоря, в пространстве, все они находятся на определенном рационе, а там дырка. Все там дырка была. Ее назвали эта планета. К примеру, просто Фаэтон. Есть гипотеза. А я сейчас предположу о том, что вот как берут, допустим, люди, астрологи, ну и в то же время нумерологи в какой-то степени, вот откуда они берут информацию? Ну откуда берут информацию астрологам? Вот астрологию в школах-то не проходят, правильно? Почему? Странно как-то. Почему не проходят астрологию в школах? Проходят астрономии. Да какая у меня разница, что вот там в этой точке земного, то есть небосвода, стоит планета, там звезда, планета там Венера, там находится Уран, вот это там Альфа-Центавра. Мне это, как это мне дает какую-то, помогает жить мне в этом, вот знание вот этого. Нам сильно это помогает жить? Ух ты! И вот там начинается объяснение, рассуждения, обсерватории, там все здорово, да? А почему нас тянет, допустим, туда? А почему нас кто-то, кого-то тянет вообще в другое место, да? Кто-то там идет в землю, там туда глубоко, мир мертвых начинает. Вот его почему-то туда тянет. Кого-то туда, кого-то вот туда, да? То есть мир у нас дуальный такой. Так вот, влияние планет на людей, это изучает астрология, да? А если это планеты, созданные для того, чтобы мы запутались во всем этом, ну кто-то их посадил туда наверх? Ну кто-то их посадил в эту точку, которую изучает у нас астрономия? А почему и там? Почему они в другом месте? Почему она постоянно сияет в этом месте? Туда не придешь, она постоянно торчит и торчит там. Это несчастная планета, счастливая точка. Вот. И как она на нас оказывает влияние? И натальные карты, понимаете, астрология нам говорит о том, что 22, 24 февраля наступит, что-то такое наступит, да? Почему? Это кто нам говорит такое? Забыто самое главное, друзья. Вот все вот это производное, то, что мы видим на экране, это все производное от чего-то гораздо более серьезного, гораздо более божественного. Давайте маленький, я переключу, всего лишь один раз и потом уйдем сразу. Вот этого я хочу показать вот что. Смотрите. Что я здесь написал? Россия, Россия, Украина, Украина, война. И что я получаю? Я получаю, ну, неважно, что здесь написано, 22, 4. 22, 4. Или 2, 24. Правильно? Второе место, 24 число. Нормально? 4 плюс 2, 6, плюс 2, 8. Правильно? Это что у нас? 8. Что число символизирует? Число 8. Число 8 символизирует, у нас, давайте временно отключимся, у нас символизирует Уран. А что мы о чем сейчас говорили 22 октября? Длияние Урана. Не простите, почему Уран, Сатурн. Прошу прощения, Сатурн. А что такое Сатурн? Сатурн – это планета, учитель. И чего тогда учит эта война? Чему учит война? Это зло. Вот, допустим, мы сейчас провели программу Селены Смирновой, она говорит зло. Зло. В нашем общепринятом человечественном смысле. Ну, конечно, как может быть война добром? А с другой стороны у нас есть такой сенгейц, андруграун, телеграм-канал, в котором, допустим, человек пишет, а я так не считаю. То есть он что, оправдывает геноцид? Он оправдывает войну? Нет. Он абстрагируется от этих понятий общих наших. человеческо-материальных понятий. Правильно? Мы же материальные существа, нам больно. Правильно? А кого-то убивают. Правильно? Так, с другой точки зрения, это ведь эволюция. А если бы не было войны, так не было бы и мира. Но есть же мир, война. Правильно? Смотрите. Я привел очень интересную цитапу с моей точки зрения интересную цитату, говорящую об очень серьезных вещах. Встречается на поле битвы. Речь идет о том, что произошло 5000 лет назад. И в 60 километрах от современного Дели в Индии 5000 лет назад. Ну, тогда не было ни Дели, не было ни Индии. Столица была Хастинапур. Хастинапур. Удивительно, но Хастинапур это была столица теперешней Индии. Она никогда не называлась Индией. Это так ее назвали. Персы, которые просто не могли в силу своих речевых особенностей произносить так, как надо произносить. Вот. И поэтому они назвали, потому что река была, по-другому называлась, они, а на берегу вот реки, на другой стороне, жил народ, который не назвали там, хинди, вообще-то не так это было, но пошло название на русском языке индусы, да, хинди, или что можно перевести, как индусы. Это мы так трактуем, да, нам же проще называть, Майкл, надо называть Михаилом. Почему его называть надо Майкл, если он Михаил? Ну, так нам проще, понимаете? Мы же от себя подгоняем все это дело. Вот. И взяли, назвали их вот так. Так вот, в это время, 5000 лет назад, состоялась битва. И вот два человека, стоят два войска. Огромное количество людей. 18 дней, 18 глав бога в Адгите, и за 18 дней погибло более 600 миллионов человек. Это страшная цифра. Одних только кшатрия. воинов, полководцев. И вот эти два человека, один из которых был Всевышний, да, Кришна, но еще раз, мы не берем у каждого своя религия сегодня, у каждого свой бог, ну и так далее. Я говорю про то время и про тех людей, которые в это верят, соблюдают какие-то правила, я знаю. Вот. и, ну, во всем случае, с произведения, в этом произведении описывается вот эта вот история. Он говорит Арджуне, который был подководцем на стороне пандалов, один из пяти братьев пандалов, да, ну, мы знаем, да, эти братья там, Ютхишкира, Арджуна, Пхишма, Накула и Сухадеу. Вот. Эти пять братьев. А на той стороне стоит Дурьот Хана, который предводитель этих самых кавравов, и вот идет эта битва. Но перед этим Кришна говорит Арджуне, тебе не надо сомневаться, дорогой ты мой, тебе надо просто делать. Что делаешь ты? И вот здесь уже философский смысл. Но вначале он говорит такую фразу, их уже нет. Он говорит, как они только не стоят. Их нет. Они уже умерли. Они все убиты. Очень странная штука для нашего понимания восприятие и даже на то время, и даже Арджуны. Ну, наверное, конечно, он все понимал. Это просто, так сказать, ситуация, которая описывается. И вот я, допустим, беседовал с ним, моим очень хорошим знакомым. И вот интересная такая беседа была с ним, где он мне говорит, ну, я не стал, понимаете, как-то, как сказать, опровергать. И спора все равно ничего не будет. Человек, который хочет услышать, он услышит. Понимаете? Я сейчас поясню. А дело, он говорит так, мне, да что там это, понимаете, Бхагавадгита? Ну, там всего маленьких кусочек, вот Махабхара, да, эпос, да, создание, ну, как создавалась эта вся вселенная, земля, там, и так далее, и так далее. Вот все описано в Махабхарте. Поэтому читать-то надо главное произведение. А тут какая-то обычная, точнее, ну, маленький кусочек, да. Ну, я могу пояснить, конечно, но будет ли это понятно или принято, меня не интересует, но описывается таким образом. Смысл-то Бхагавадгиты именно в этом. И смысл Махабхарты в этом. Потому что Махабхарта написана для, еще раз, это можно почитать. Знаете, для кого написано Махабхарта? Для женщин, для детей и для шутры. Почему? А потому что их прерогатива быть тем, кто они есть. То есть речь идет о разуме, которое только что было показано. Ну, так получается, что там нету разума. Не то, что там нету разума, у всех есть разум. Но просто они предназначены для других целей. Они не хотят углубляться, вдаваться к высшей материи. Ну, допустим, они работают и со своей работой они получают деньги. Это шутры. Дети, понятно, они мало чего, да, женщины. Но по своей природе все-таки женщина имеет совсем другую энергию. Я не хочу никого обидеть и никого принизить. Боже упаси, но существуют какие-то все-таки вещи, где все планеты мужского рода, где все эти риши, допустим, святые, а не мужского рода и так далее. Есть богини, конечно, вот у меня выше там висит картина богиня, да, но на экспансии, понимаете, Еву сделали в конце концов из ребра Адама, а не наоборот, не из ребра Евы создали Адама почему-то, да. Еще раз, дело не в этом, да, но я просто говорю, как это описывать. Я пытаюсь пояснить. Это можно не принимать, можно не соглашаться, можно обижаться, как угодно. Я просто рассказываю, как там объясняется это. Я перевожу, короче говоря, да. И вот, то есть смысл вот этого произведения, да, Багава Киппе, там квинтессанция мудрости, мудрости. Речь идет о мудрости, понимаете, вот сознание, знание, сознание, так сказать, разум, да. А что такое мудрость? Когда с бухты-барахты, так сказать, сразу, так сказать, с кондачка, как говорят, да, ну, трудно. Кто такие люди мудрые? Это разумные люди или умные люди? Вот здесь надо как-то думать еще. Я, еще раз, я привел пример такой в этой программе, кто не смотрел, посмотрите, но я расскажу о том, что, допустим, во все века, во все времена существовали законы и периоды жизни и они заключались у нас циклично. То есть, мы рождены и у нас есть четыре принципа, четыре принципа поведения, об этом было много программ, но они заключаются в четырех направлениях нашей деятельности. Первое, это наше, то, из чего мы состоим, об этом без сомнения надо знать, да, как минимум знать, какая у нас программа, которая обеспечивается нашим рождением в определенное число, в определенный год, в определенную минуту, в определенном месте. И, зная вот эти показатели, можно примерно определить, я не сказал, что сто процентов, поэтому все равно много всего будет недоставать. и современная астрология, опять же, при всем моем уважении к моим тоже коллегам все-таки, я тоже немножко разбираюсь, да, я хочу сказать, что раньше было по-другому, раньше о человеке, надо, сегодня консультация сколько будет, сейчас, я уже говорил об этом, да, а кто-то делает за 20 минут, мне все понятно, говорит, к примеру, Рами Блэк, да, и он рассказывает мне, значит, рассказывал все время, вот, как и что, да, и все, глаз долой, сердце, вон, все, хочешь изучать, изучай, нет проблем никаких, но, но когда-то же было время, когда человек мудрец, мудрец, рассказывал своему, клиентов не было, это был вопрошающий и отвечающий был человек, это было на уровне просто помощи друг другу, поскольку помогая кому-то, мы помогаем себе, помогаем себе, помогаем кому-то, и так далее, вот, и в течение недели, 8 часов в день, он рассказывал, то, что сегодня рассказывают в течение одного часа, где он такую информацию брал, это была конкретная, это была практичная информация, которая помогала человеку, раскладка его, вот, никаких программ компьютерных, вроде бы, не было, и это было действительно, ну, просто неоспоримо, и вообще без вариантов, и все до единого правят, это наше предназначение, так, первое, второе, мы живем в материальном мире, благосостояние, все-таки, нам надо, поскольку мы живем сегодня, а как, куда мы делимся, а детей надо как-то кормить, и себя кормить, и детей кормить, и надо как-то их куда-то направлять, и платить надо за все, и за апиотеки, благосостояние, правильно, деньги, другими словами, третий вариант, как надо нам общаться с нашими, с подобными нам людьми, да, то есть, это общение с противоположным полом, да, это общение с, ну, такими же, как и мы, но общение на уровне разума, на уровне передачи энергии, поскольку все то, что мы живем, это не в душу, бьется сердце, потому что у нас есть энергия, об этом другие программы, сегодня не будем об этом говорить, это третье направление, и все это ведет к четвертому направлению, которое называется освобождение, освобождение от чего? От череды рождений в идеале, и в конечном варианте, череды рождений и смерти, сансара, именно словами, вот, это мы все рождаемся с этим, но мы все рождаемся не только вот с этим, это на нашем направлении у каждого, без исключения, но у каждого есть своя матрица, и своя задача на воплощение, если мы что-то не выполнили там, просто мы должны, обязаны выполнить, нам дается вторая попытка, второй шанс, если мы не выполняем этот второй шанс, то нам дается третья попытка, и так мы будем, если мы, почему мучаемся, допустим, почему страдаем, да, вот здесь написано, было, мы страдаем, почему, а потому, что у нас, мы не выполняем нашу программу, почему мы ее не выполняем, потому что мы не знаем ничего, поэтому уж как минимум, как минимум, надо иметь общение с специалистами, астрологами, нумерологами, психологами, кармическими, с людьми, кстати, в центре самодеятельства у нас хватает, да, при желании, значит, можно элементарно это вычтить, я, допустим, сегодня пишу человеку, да, молодой человек, который, значит, нам помогает, вот, я ему пишу, ну, и пытаюсь ему там что-то объяснить, да, и я ему пишу, ну, а мне потом говорят, что человек, ну, очень ему тяжело, жить ему, так сказать, ну, тяжело, и в деньгах, и все, ну, что, надо помогать? Надо помогать, ну, как, все равно надо помогать, но у меня вопрос возникает, нам надо помогать, потому что, кому надо? Нам надо, нам надо, да, мы помогаем, надо ли это ему? Он нас ни о чем не просит, я 15 минут делаю, допустим, голосовое сообщение, что мне хотелось, и как мне хотелось бы помочь, в ответ я получаю спасибо, ну, здорово, то есть, о чем идет речь? Хочешь человек? Нет, не хочет. Я каждый раз в этом убеждаюсь. Человеку предлагается идти на какую-то программу, он говорит, ну, он находит причины, почему туда не идти, это не имеет значения, ну, то есть, мы сегодня живем в мире, да, и вот передача «Селенный» был вопрос такой, ну, правда, речь была специфически, там, Содома-Гамора, там, Мертвое море, там, это все, ну, какая разница? Это же неинтересно, почему это возникает, почему, я пытался объяснить, почему континент под названием Атлантида уходит под воду весь, почему? А земля нарушила, ну, та часть земли, была нарушена законом, вот, причем был закон нарушен трижды, три раза был закон нарушен, вселенский закон, не земной, земной это ноль, вселенский закон был нарушен, человек ставит себя выше Бога, он говорит, а я Бог, я сам могу, и начинает делать сам, да, он приобретает качество, приобретает, ситхи он приобретает, как мне рекомендовали, приобретать ситхи, да, а я уже получил первое, там, трансферитальную медитацию, я получил посвящение в ней, в Индии, да, а вы, а теперь, Майкл, переходите на второе, там, понимаете, для чего? Приобретать навыки, чего? левитации, дальше что? Ну, полетели, хорошо, да, да, полетели, и сквозь, ну, и, как говорили, песня такая, сквозь годы, дальше что? Почему вот эти самые ребята, которые сидят там, где-то, в Тибете, да, сидят, а что они не лезут на эту, замолом, вы понимаете, и смотрят, больные какие-то, вот эти вот, белые, да, которые туда лезут, зачем? Они хотят покориться. Так я и так могу туда попасть, элементарно, зачем? Только в тонком теле. Ну, зачем мне надо в этом самом мучить себя, да, зачем мне надо мучить? Объясните, зачем? Как это мне помогут? Как мне помогают экстремальные условия для постижения или для освобождения? Мне это помогает? Спасибо.